Доброго дня, мои дорогие зрители! Готовлю ужин и решила с вами поболтать. После двух наших дней скитаний и еды в ресторанах, мы решили, ну и готовые пищи по закупке. Мы вчера курочку брали, я вам показывала. Я решила все-таки сегодня приготовить полезную еду. Сейчас я вам покажу, что я сделала. Сейчас я готовлю плов. Знаете, как плов готовится? 100% будет рассыпчатым. Если вы их на 2-3 часа заморчите. Рис. Вы просто планируете готовить на ужин или на обед рис. Залейте его теплой водой и забудьте про него. Промойте и потом, как обычно. Я готовлю на растительном масле, сливочное. Я не пользуюсь, вы видите, только помыла плиту, все убрал. Раньше нужно мыть после того, как приготовишь обед. Ну а я приготовила тут кое-что. Потом решила помыть. Думаю, пол-пятого. Пускай этот плов будет приготовлен, будет томиться. Тут инвер придет. И у меня уже все готово, а я займусь своими делами. Посижу. Ну вот смотрите, а потом жарите вот это вот растительное масло, раскалится. Вот эту вермишельку. Когда она пожарится, то вы сразу добавляете промытый рис. У меня стакан риса, значит, сейчас чуть-чуть пожарится. И я добавлю 2 стакана воды. И на сильном огне оно должно испариться. А когда добавить соль, можно в этот момент и кусочек масла добавить. То есть не жарить масло, а добавить. И потом уже, у меня уже он почти готов, да? И потом, до выкипания воды, убавить огонь, закрыть крышкой. Пару минут и все. Выключить. Готово. Я добавила воду. Сейчас оно будет кипеть на сильном огне. А я вам покажу, что я сегодня приготовила. В моих прежних видео, в каком-то из прежних видео, я показывала вам, как я приготовила из фасоли, из баклажанов, из кабачков. Тюрлю называется. И в тот раз, ну, мой муж поел один раз, пришлось не доедать. В этот раз я решила его приготовить более вкусно. А как я отварила фасоль отдельно. Баклажаны замочила в подсоленной воде, дала им постоять, промыла, отжала. Затем нарезала кабачки. И вот готовые баклажаны, кабачки в отдельную миску смешала. Добавила растительное масло, соль, перец. И оно мне полежало, как замариновалось. Потом разогретую духовку я выложила на противень. И оно мне запеклось, около часа пеклось. И затем я сделала зажарку две луковицы огромную, вот на такую сковородку. Две луковицы, там деревенские помидоры, много перец стручковый. И оно у меня тушилось, тушилось. И затем я добавила под конец фасоль, баклажаны и кабачок, петрушку, чесночок, приправы. И вот такая вот еда у меня вышла. Очень вкусно получилось. И знаете, как это полезно? Почему? Потому что баклажаны обычно жарят, чтобы вкусно было в огромном количестве масла. А здесь у меня вышла буквально столовая ложка, наверное, на все. И это вот очень вкусно. Потом я приготовила немножко кастрюлю. Видишь, убежал рис. Яйно-чорба. Это суп из йогурта, яйца и столовой ложки муки. Основа рис. Отварила рис. И вот потом сделала, значит, такую зажарку. Растительное масло. Мяту, столовую ложку. Соль, перец там по желанию. Ну и вот, как видите, у меня уже испаряется вода. Сейчас заодно и протру кастрюлю. Не заметила я, не заметила. Простите. Вот. Сейчас посмотрю. Видите, вода испаряется. И как только станет меньше, я накрою крышечкой, сделаю поменьше огонь. И плов готов. И оставите его потомиться. Вот. Сегодня такой у нас будет ужин. Все такое лохматое, прилохматое. Лохматое, прилохматое. Я сейчас перед вами сняла резинку. А то, думаю, покажусь вам и некрасивая такая. Конечно, жарко у нас, жарко стало. Ух, ух, ух. Покажу сейчас, знаете, что... Могу, что покажу сейчас. Кстати, я два дня назад, вчера, кажется, или позавчера, занялась комментариями, начала читать, прочитывать. И прочитала одно сообщение. Конечно, опоздала на него, но хочу поздравить Людмилу Исаеву с днем рождения. Желаю вам здоровья, счастья и всего хорошего. Простите, что поздно, но лучше позже, чем никогда. Вода почти выкипела. Я закрываю крышкой и делаю очень слабый огонь. Сейчас как раз готовила и занималась уборкой, и слушала курс «Финансовая грамотность». Боже, друзья мои, как мы, оказывается, много денег. Я трачу все это на ветер. Я сейчас должна выполнить задание и пересмотрю, где у меня лишние растраты. И Ашкыма нужно уже тоже остановить, потому что я хочу иметь счастливую старость, чем сегодняшняя вот ранжиристая жизнь. И действительно, хватит уже тратить деньги на все подряд, нужное, ненужное, на ненужную одежду, которая висит и собирается, и подумать уже о приближающейся старости, о счастливой пенсии, друзья мои. Ведь пенсию я здесь не буду получать. Но мне сказали, что я в Грузии смогу после 60, еще 10 лет. Ну что это за пенсия? Лучше я эти деньги вложу в инвестиции в себя, куплю крипты, куплю ценных бумаг. Сейчас и займусь этим. И не буду думать, буду просто отдыхать и жить на дивиденды, а не думать, как мне заработать на мою жизнь. Хочу показать вам босоножки, которые я купила в Твисте. А где пакет, кстати? Куда делся пакет от Твиста? Не знаю, затерялся. Вот такие босоножки я купила в Твисте, девочки, мальчики. И мне достаточно сейчас. Они как и осенью пойдут. Больше ничего не буду покупать. Что есть, то буду носить. Вот еле оторвала эти наклейки, еще не оторвала их. Вот эти туфли я ни разу их не одела на улицу. Только дома, на свой день рождения. Почему? Потому что они мне малы. Мне кажется, я не смогу у них проходить. Это бестолковая растрата. Лучше бы я купила криптомонеты или ценных бумаг, которые уже увеличились во много раз. Вот. Учите финансовую грамотность. Не тратьте деньги. Просто так на ветер. Лучше вкладывайте в себя, тем самым приумножая свои инвестиции. Всем доброго вечера. Мы поужинали с мужем. Я здесь села за видео, за бизнес. Нужно пособирать монетки, которые дарят подарок партнеру. И вспомнила, что хотела о чем-то рассказать. Одна моя подписчица, просмотрев мои видео, посоветовала мне, где очень выгодно покупать куски ткани, отрезы. В тот день у меня сел телефон, и я не смогла снять. Мы были в нескольких магазинах тканевых, которые находятся в центре Мерсина, возле форума. И вот одна подписчица мне говорила, что есть такие магазины, где можно купить очень дешево. И молнии, какие-то различные материалы, которые нужны. И кройки, и шитье, ткани, говорит, набрала столько, так дешево там. Я вас очень прошу, милая моя, если вы меня смотрите, пожалуйста, найдите меня где-то в соцсетях. Мне очень хотелось бы вам задать пару вопросов. Здесь просто не получается. Я не помню, под каким видео мы с вами общались. Вы мне очень нужны. Потому что мы ходили в Мерсина, находили Бурса, Бурса Кумаш, потом Айшигюль Кумаш. Там цены очень повышенные. 170 лир стоит 1 метр льна. Я, например, сейчас планирую пошить брюки такие широкие. 170 лир стоит лен. А самые хорошие ткани 150. Но мне понравилось за 95. Например, у меня сейчас только фантазии в голове появилось, что там детям, внукам пошить. Но я вот сошла в эти магазины, растерялась, во-первых. Растерялась, друзья мои. От такого количества изобилия. Ну, чтобы вот она зашла, и мне понравилось. Такое стоит 150-170 литр. Мой муж все так старается мне угодить. И вот недавно мы зашли в Карфур, и он мне сразу побежал к Бурде и показывает вот новые фасоны. Ну, что я могу сказать? Тут ничего такого особенного нет, особенно на турецком языке. Для меня вот именно здесь, в этих журналах, что главное? Выкройки. И выкройки главное. А может кто-то едет из вас или из Батуми, в Мерсин? Пожалуйста, мне напишите. Мне нужно будет забрать несколько тетрадей, в которых написано все секреты кройки и шитья. Я же обучалась 3 года, и мне просто сейчас не кем передать. Такие фасоны, да, классные. Вот смотрите, ну таких тканей я не видела. Блестит, наверное. Ну, тут в основном, смотрите, блузки сейчас, блузки сейчас для полных очень. Есть именно такой фасон уже осенний, а у нас в самом разгаре лета. Ну вот, все объясняю, да, но на турецком для меня очень сложно. Мое хорошее, именно у меня личное обращение к вам, я буду очень признательна, если вы меня найдете. А меня можно найти в социальных сетях. Это может быть Инстаграм, это может быть ТикТок, это может быть Контакты, Фейсбук. А ссылки на них вы можете найти в описании и под любым видео. Я всегда ставлю все мои ссылки, где вы можете меня найти в соцсетях и лично задать мне вопрос или можем даже пообщаться. Но предварительно, естественно, напишите, потому что я сразу на звонки не отвечаю. Вот о чем я хотела бы с вами поделиться. И, конечно, мои дорогие зрители, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Я вам очень благодарна за ваши просмотры. Вы мне мотивируете и иногда даже думаешь, да, вот я никак не могу сесть за платье. Думаю, платье или видео очередное для вас смонтировать. Конечно, я выбираю вас. Поэтому, пожалуйста, не забывайте подписаться и поактивничать чуть-чуть на моем канале. Я буду вам очень признательна. Ну, а сейчас я что сделаю? У меня столько, чего, многого. Вот я уже написала то, что нужно. Свои цели я пишу. Манифест называется «Техника. Манифест 369». Очень интересная. Мой муж только что ушел. Возможно, я сейчас выпью кофеек и начну работать. И, пользуясь случаем, хочу вам кое-что рассказать. Мои дорогие друзья, несмотря на то, что я нахожусь не в очень таком респектабельном виде, то есть по-простому, я бы хотела с вами поговорить на одну какую-то тему такую и поделиться своей радостью. Ну, первая радость, начнем с нее. Радость моя заключается в том, что я в очередной раз сохранила свои деньги и приумножила. Каким образом? Ну, вы знаете, что я четвертый год уже занимаюсь бизнесом на золоте. Очень интересная тема. Бизнес легальный, бизнес надежный. Просто нужно немного терпения, уверенности в себе. Не то, что веры. Вера нужна для того, чтобы верить в Бога, в религию какой-то веры. А когда человек занимается каким-то делом, он должен быть уверен в себе и в этом деле. И тогда будут только результаты. Я сделала вклад один раз. Многие сейчас посчитают, что я кого-то заманиваю. Я никого не заманиваю. Я просто хочу рассказать вам кое-чем поделиться с вами, что нужно делать, чтобы вас встретила счастливая пенсия, пенсионный возраст. Уже через 10 лет не за горами моя пенсия. Но и я уверена, что я в тот момент буду только отдыхать и жить на мои дивиденды. И, ну, может быть, и буду работать. Но у меня работа, сами понимаете, работа на себя и работа в любое время, когда я хочу. Так что у меня вон еще появилась работа. И я уверена, что через 10 лет у меня весь Мерсин будет знать. А может быть и Турция, а может быть и весь мир, так как вы, мои подписчики, будете следить за мной. Ну и давайте подойдем к моей радости. Я приобрела 10 монет очередные. Я делала это неделю назад. Купила ценные бумаги. Сейчас я 10 ценных бумаг. Сейчас я приобрела 10 криптомонет платформы Гигуэс. Криптомонеты называются Гигакоин. Они сейчас на стартапе, поэтому растут в цене каждый день. Стоимость их была 1 евро, сейчас уже 26 евро. 10 монет я в очередной раз купила. То есть я деньги сохранила и приумножила. Каким образом? Сегодня я купила по 26. Через месяц мои монеты будут стоить уже, допустим, 27 евро. Уже по 1 евро больше я получу с одной монеты. Вот это и есть инвестирование. Приумножить свой. Я также параллельно прослушиваю курс Анастасии. Она меня научила нейрографики. У нее сейчас есть марафон про деньги. И мне так понравился ее урок, в котором она рассказывала о финансовой грамотности. К сожалению, мы, многие из нас не умеют деньги сохранять. Многие очень много зарабатывают и все они уходят сквозь пальцы. Я сама такая же. Вы понимаете, сейчас я как-то стала уже сколько времени по-другому смотреть на все и думаю, Светлана, хватит маяться дорью. Ведь деньги должны работать на тебя. То, что ты сейчас тратишь их на какие-то свои удовольствия, задумайся о твоем пенсионном возрасте. Ведь когда-то настанет такой день, что я, может быть, поеду путешествовать на год может быть плохой, я не хочу думать. Вы сами поймете, может догадаетесь о чем. Все может случиться. И у меня не будет желания, невозможности вот так вот сидеть, работать, заниматься. Неизвестно, что нас ждет дальше, да? Но я уверена, что меня ждет теперь с моими инвестициями только все хорошее. и каждый из нас получает зарплату. Я жила так раньше. И за час этой зарплаты нет. Туда отдала, сюда отдала. То есть мы уже получили зарплату, мы расплатились за долги, спереди целый месяц, и мы живем. У меня, например, такая возможность была. Продукты я покупала в магазине в долг, могла там что-то, какой-то шмотки у кого-то купить, потому что занимался каждый вокруг занимался продажей. Что-то ездил на базар в Белиси, покупал подешевле и нам продавал. И, естественно, возьми, возьми зарплаты дашь, возьми зарплаты дашь. Когда эта зарплата приходила, ее сразу не было. И вот так вот проходили года за годами, и у меня 45 лет я ничего не добилась. Только была у меня машина, которую я подарила дочери. И благодаря этой машине я приехала и в Турцию, и сыну тоже. чтобы выучить его, как вы помните. А если не помните, можете посмотреть мое видео, как я вышла замуж, где я все рассказываю. И вот, мои дорогие, я так начала пролистывать отрезок моей жизни, прошлой. И я смотрю, 45 лет ничего. какой-то период сейчас тоже, но эти деньги, сколько бы ни зарабатывала, вот они все расходятся на такие дорогие вещи. Потом они стали мне велики, потом они мне разонравились, потом я их куда-то отдала. То есть я все деньги протранжирила. сейчас я очень серьезно отношусь к каждой монете, заработанной мною, к каждой денежке. Я знаю, что я должна по возможности помогать своей мамочке, по возможности помогать своим внукам, потому что им приятно, когда бабуля из Турции приселет им гостинцы. И я должна по возможности также покупать что-то в семью, у нас семья, а если допустим муж мой все покупает, ну и как-то порадовать его чем-то. Кому не нравится внимание. И сейчас я могу сказать, что у меня есть инвестиции, которые каждый месяц увеличиваются в цене. У меня я когда получаю зарплату, я 10% откладываю от своей зарплаты. Я также кроме этого я покупаю по возможности ценные бумаги, криптомонету. И еще у меня есть несколько копилок, где как только у меня появится какая-то лишняя денежка или много мелочи в кошельке или много бумажек в день зарплаты, особенно когда вот иду что-то покупать, то я сразу их раскидываю по моим нескольким точкам. Вот сейчас я могу сказать Света молодец, потому что я стала финансово грамотной. И вот прослушив очередной урок Анастасии, который по курсу деньги, я поняла, что действительно каждый из нас должен задуматься, что сейчас вложив какую-то сумму, вы завтра приумножите не за горами ваш пенсионный возраст. И вы сможете жить на дивиденды. Вот сейчас какая сумма у вас есть, вкладывайте себя, мои дорогие. Не обязательно в бизнес, ради Бога, я никого не заставляю, не приглашаю. Просто я хочу вам сейчас кое-что рассказать и показать даже. У меня моя подруга из Мерси, не буду называть ее имя, она стала инвестором моего бизнеса. может 4 или 3 месяца назад она инвестировала 500 евро. И сейчас ее инвестиции стоят 3 500, 3000 евро она уже в плюсе. Вот мои дорогие. И она про эти деньги просто вложила как инвестор. И смотрите, спустя несколько месяцев у нее уже такое есть выгода. Ну а что думать о моих инвестициях, которые уже я 4 года скоро буду. Сами подумайте, может многие напишут мне хорошее только, все нужно думать о хорошем. Так что задумайтесь о финансовой грамотности обязательно, мои дорогие друзья, 10% от вашей выручки, как бы вам трудно не было, значит вы должны купить какую-нибудь крипту, купить бумаги, акции, потому что это деньги будут работать на вас. если вы все тратите, посмотрите, сядьте, вот я сейчас хочу сесть и посмотреть, где расходы и где доходы. И мне нужно мужа приобщить, потому что он покупает иногда такой ерунбой, ну и деньги уходят на вет. А у нас какие-то есть уже планы, какие-то цели есть с ним, и мы должны идти к этому. Я, допустим, инвестор, у меня планы огромные на время 2-3 года впереди, через 2-3 года благодаря моим инвестициям, его деньгами мы живем каждый день. И действительно мы очень много тратим зря. Даже нужно сэкономить какие-то расходы, лишний раз не покушать в ресторане, а за эти деньги купить крипто или ценные бумаги. Я сейчас очень сильно задумалась, и благодарю Бога, что у меня такая есть возможность пошить себе что-то, потому что платье, когда я покупала босоножки, я платье увидела там 1300, 1300 и лир платья со скидкой, вы понимаете? И я не буду сейчас платить такие деньги, потому что я все сама сделаю, а эти деньги я вложу в себя. Ну все, мои дорогие, надеюсь, как-то вас заинтересовало, пожалуйста, подумайте, не все можно в желудок, не все можно на вредные привычки, как вы мне написали в отеле, так я сейчас тем более не поеду в отель, лучше я здесь сэкономлю деньги, куплю крипто или ценные бумаги моей компании, но вы можете любой компании купить, и через пару лет я поеду на эти деньги и в отеле, и везде. Сейчас, в данный момент, деньги работают на меня. На этом буду заканчивать видео. Приятного вечера и всего хорошего. Извините меня за такой вид пляжный. Пока. 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 Пока.